Окружающий нас пейзаж казался невероятным сновидением. Ответственные кручи красных скал слева и справа от нас олели настоящим пламенем в лучах заходящего солнца. Глубокая синяя тень разливалась вдоль подной же гор и подну ущелья, склаживая мелкие неровности и придавая местности мрачный оттенок. Но сейчас мое внимание унеслось в такую даль, перед которой все ландшафты Земли казались мгновенной тенью. Звезды были надо мной. На них была наведена труба моего инструмента. Ярким огоньком горела звезда, пойманная в крест нитей, серебристо блестела лимф в слабоосвещенном окошечке верниера. Под окулярами горизонтального и вертикального кругов медленно сменялись черточки на шкале, в то время как в наушниках радио неслись размеренные хребловатые сигналы времени. Оно двигалось какими-то судорожными толчками, то сгибаясь почти пополам, то быстро упрямляясь. Иногда толочки прекращались и животное попросту катилось по песчаному склону. Следом оползал песок, но оно как-то выбиралось из усыпи. Шофер уже вбежал на бархан и вместе с радистом кинулся вниз. Юноши бежали быстро. Манго громко кричал что-то неразборчивое, что-то похожее на «Ой, ой, ой». Все, что произошло дальше, было делом одной минуты. Ураборос. Один из древнейших символов, доподлинное время возникновения которого неизвестно. Существует в различных культурах и является воплощением вечности и цикличности. Алгой-Хархой. Монгольский червь смерти. Чудовище пустыни, существование которого остается загадкой. Способен убивать на расстоянии ядом или разрядом тока, олицетворение человеческого страха. В тот день мы доехали только до ночной стоянки и там похоронили своих товарищей вблизи остропункта под высокой насыпью из камней. На отдыхе огненных отесов я тепло поблагодарил монгола. Дархин был тронут. Наука еще скажет свое слово об этом страшном животном. После того, как более удачливым, чем я исследователем, посчастливится его встретить.